Дагестан Из-за обилия гор в Дагестане очень сильно развита частная каменоломня Поэтому перед въездом в различные села очень часто можно встретить вот эти частные каменоломни, где делают кирпичи Именно тут местные горцы изготавливают кирпичи и практически 90% домов, построенных в Дагестане, именно из этого материала Кирпичи И вот снова опять еще Вот такие дома, которые строятся Ну а вот, кстати, типичные дома в горных аулах Дагестана, где прекрасно видно, что дома сделаны из этого бурального камня Кстати, подъезжая в село Марага, который у нас был в пути к Кунзакскому водопаду Мы сами для себя открыли еще одно удивительное место При выезде с этого аула до ущелья, где очень красивые виды И мы решили остановиться и сделать вот такие вот замечательные фотографии Ух, как красиво! Давай сфоткаемся здесь! Ну зачем? Вот так вот, давай сфоткаемся! Ну что ж, выехав с аула Марага, нам остается преодолеть до села Хучни еще 20 километров Ландшафт абсолютно кардинально меняется, горы становятся все выше и зеленее И кругом начинаются леса Подъезжая к административному центру, которым является села Хучни, слева и справа от вас появляются ответственные горы с лесами Вид просто завораживающий Перед въездом в село Хучни мы пересекаем речку Ханакчай Которая выходит с Ханакского или Хучнинского водопада И тут же впадает в реку Рубас Сам же водопад находится в двух километрах от административного центра села Хучни И везде есть указатели, как до него доехать Хучнинский или Ханакский водопад это популярное место среди туристов, а также местных жителей И несмотря на то, что администрация организовала там площадку для парковки автомобилей Места для нее катастрофически мало Из-за большого количества туристов Мы же нашли место, где можно припарковаться и поставили наш автомобиль И пошли к водопаду Кстати, у водопада всегда присутствуют сотрудники полиции Которые обеспечивают безопасность и следят за порядком В Дагестане протекает около 6 тысяч горных потоков Одним из них является Ханакчай Это горная речка с каменистыми берегами На одном участке имеет крутой обрыв Идея образует Ханакский, он же Хучнинский водопад Хучнинский водопад относится к памятникам природы Он находится в центре Дагестана, в Табасаранском районе На высоте около 650 метров над уровнем моря А высота самого водопада достигает около 30 метров Также водопад Хучнинский выглядит как двойной каскад с бурлящим потоком Сначала он встречается с каменистым плато А столкновение с которым становится еще более бурным И у подможника бьет фонтаном в озеро На любой фотографии можно сразу узнать это место По характерной форме струи воды Благодаря бурному потоку Хучнинский водопад Образует небольшое озеро У подножия самого водопада Где в летнее время любят купаться туристы Так как на улице было очень жарко И я тоже решил искупаться И ощутить на себе всю силу этого потока Зайдя в воду Я ощутил охладу горной реки И это как раз то что нужно было В этот солнечный и жаркий день Зайдя под струи водопада Я ощутил всю силу природы И этого водопада И это было великолепно Кстати кто хочет последовать моему примеру И также искупаться в Хучнинском водопаде Сразу хочу всем сказать Глубина там не очень большая Чуть выше пупка По крайней мере это было мне Из минусов могу сказать то Что под водой очень много больших валунов Из-за которых очень трудно ходить под водой Я несколько раз ходил и спотыкался И даже рассек себе там ногу После чего я вылез Чтобы продолжить наш путь Пока я обсыхал Я любовался этим прекрасным и сильным водопадом Этот брулящий поток Смотрится просто великолепно Затем я подошел к сотруднику полиции Который находился там И спросил Есть ли в этой местности Еще какие-то достопримечательности Чтобы их можно было посетить А что он мне сказал Что в двух километрах имеется крепость Семи братьев и одной сестрой А также неподалеку отсюда Около 20 километров Имеется Хучнинский природный мост Меня эта информация заинтересовала И я начал у него побольше Об этом расспрашивать Помню я рассказал Как можно доехать до крепости А про Хучнинский мост Он точно мне ответа не дал И мы начали собираться Чтоб посетить эти места